Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Ольга Мельченко. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожары ИЧС с начала года спасатели совершили более двух тысяч выездов. За это время на пожарах погибли пять человек. Двадцать, в том числе один ребенок, пострадали. Почти 600 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Становимся на более значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Вечер понедельника выдался поистине жарким сразу в двух квартирах Ленинского района. С разницей в две минуты на номер 101 поступили сообщения о загорании на втором этаже в квартирах по проспекту Рокоссовского и по улице Полевая в Минске. С одинаковым сценарием развивались события у нетрезвых 50-летнего пенсионера и 49-летнего неработающего хозяина одной из квартир. Спасатели оперативно справились с загоранием пищи на газовой плите, но по воле случая мужчины остались без ужина. Только за вторник спасатели для ликвидации осиных гнезд побывали в двух яслях. Нежданные гости поселились на детской веранде и в земле возле игровой площадки. К счастью, обошлось без пострадавших. Работники МЧС обработали гнезда специальным средством и убрали их подальше от малышей. Спасатели в экстренном порядке реагируют в случае возникновения осиных гнезд в детских садах, школах и медицинских учреждениях. В остальных случаях устранение этой проблемы лежит на плечах собственника здания. О том, как правильно вести себя в случае обнаружения гнезд жалоносных насекомых, можно узнать, установив мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». В среду большое количество специальной техники МЧС можно было наблюдать на железнодорожном вокзале на станции Минск-Пассажирский. Так, спасатели Минского гарнизона провели тактику специального учения по тушению пожаров и ликвидации МЧС. Их задачей было не только устранение очага загорания в зале ожидания, но и эвакуация людей из здания вокзала, а также извлечение людей из заблокированных пассажирских лифтов. Отрабатывалось на учении и взаимодействие с группой быстрого реагирования Белорусского общества «Красного креста». Для этого был создан медицинский пункт и сортировочная зона пострадавших на месте условной чрезвычайной ситуации. Пострадавшим оказывалась первая помощь. Еще много других задач отработали спасатели для совершенствования своих навыков. В учении принимали участие более 90 столичных спасателей, привлекали даже пожарный поезд Белорусской железной дороги. Однако уже вечером в среду спасатели поспешили на сообщение о задымлении на седьмом этаже дома по улице Кальварийская. На седьмом этаже произошло загорание электропроводки в электрощите. В результате загорания был поврежден электрощит и обшивка одной из входных дверей квартир. Пострадавших нет. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. В обед четверга работникам МЧС поступило сообщение об открытом горении деревянного неэксплуатируемого дома по улице Карла Липнихта. В ходе разведки выяснилось, что произошло загорание деревянных элементов на этажах здания. Общая площадь загорания составила 160 квадратных метров. Спасатели справились с загоранием уже через полчаса, а причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Минск чрезвычайный. Вечером того же дня в столице в результате усиления ветра до 16 метров на припаркованный автомобиль Opel Zafira упало дерево. Работниками МЧС были проведены работы по его распиловке. Автомобиль получил незначительные механические повреждения, а пострадавших нет. Подобный случай из-за непогоды, но уже в пятницу утром, произошел в районе улицы Веры Хоружей. Там дерево упало на УАЗ Патриот и Volkswagen Polo. Спасатели распилили дерево и расчистили выезд из дворовой территории. А авто в результате происшествия получил незначительное повреждение. В субботу также не обошлось без падения коренастых. Так, в центральном районе дерево упало на припаркованную у проезжей части Hyundai. Спасатели провели работы по распиловке дерева, автомобиль подсучил незначительное повреждение. В воскресенье работники МЧС выезжали на проведение спасательных работ по снятию мужчин из дерева. 30-летний мужчина застрял на высоте около 10 метров. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили его на землю и передали медикам. Как он оказался в такой ситуации, предстоит выяснить работникам милиции. 3 июля, в понедельник, вся Беларусь отмечала День независимости. И Минск не стал исключением. Более того, это была главная площадка, на которой были организованы массовые мероприятия. Для обеспечения безопасности на всех точках мероприятий подразделения Минского гарнизона были переведены на усиленный вариант несения службы. На местах проведения мероприятий были выставлены посты и дозоры. Благодаря слаженному взаимодействию всех аварийных и коммунальных служб города праздник обошелся без серьезных происшествий. На этом сегодня все. До встречи в следующий вторник. С вами была Ольга Мельченко. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Бывают ситуации.